Всем привет! Сегодня я принимаю эстафету под названием «Три любимых растения». Принимаю я ее от двух каналов. Это канал «Минутка вдохновения» Дина и канал «Цветочки у Натальи» от Натальи. Девочки, спасибо, с удовольствием принимаю. И в конце я кину свою эстафетную палочку еще в парочку каналов. А да, забыла сказать, у меня будет не три растения, а целых пять. Приятного просмотра. Ну что ж, первой покажу вам свою рафидофору. Она по-настоящему завоевала мое сердце. Очень хорошее, быстрорастущее, благодарное растение. Но первое не значит, что прям самое-самое. На места я их не смогла расставить. Какое из них мне нравится больше. Поэтому вот, поэтому пять штук моих любимых растений. рассмотрим ее поближе. Здесь сейчас на данный момент три растения. Одно основное, потом второе вот это. Вот разворачивается новый листик, кстати. Видно уже, что будет много разрезиков. Так, там сзади как показать, кому показать. Вот там черенок я воткнула. Не знаю, пустит он точку роста или нет. Здесь какая-то паучок или просто какая-то грязь висит на паутинке. Растение у меня стоит на балконе, поэтому там много всякой живности. Так, смотрим дальше. Вот такие корни. Огромные. Вот она уже, кстати, до расхода земли. Корень уже в землю втыкается. Так, листик с дырочкой. Потом следующий лист. Вот такой, обычный. И вот это самый последний листочек. А как бы как бы вот тут. Тут две дырочки. Он еще растет, маленький еще совсем. Вот. Такой красотун. Хорошее растение. Неприхотливое. Всем советую. Мирт. Мой бонсайчик. Вот он нравится мне. Не знаю почему. Очень нравится его формировать. Вот такие лапки у него уже. Листики сыпятся. Это нормальное явление. Очень быстро растет. Прям на глазах. Только я его обрежу, а врезать я люблю подстригать. Уже сразу обрастает. Вот уже, в принципе, много кандидатов на обрезку. Вот такое он сейчас. Небольшое, маленькое деревце. Хотелось бы посадить его, конечно, в какую-нибудь красивую плошечку для бонсаев. Но пока я ничего подходящего не придумала. Поэтому пока так. Вот эта малышка прямо завоевала мое сердце. Я так подозреваю, что оно будет с моим самым-самым любимым растением. Я прям жду каждый листик. Она настолько меня порадовала. Недавно я ее показывала в прошлом видео. Что у нее вот были вот такие зеленые листики, когда она ко мне пришла. И я ее заказывала по почте. И мне сразу сказали, то есть мне показали фотографию, как она выглядит. Сделали скидку на то, что она зеленая, что она не по сорту. Но сказали, что возможно на хорошем освещении она вернется в свою сортовую окраску. И да, действительно, посмотрите, вот эти три листика уже, это мои домашние. И в принципе резво она так начала расти. Стояла-стояла, не двигалась по сравнению с остальными полученными в этой же посылочке фикусами. Я уже начала переживать, когда она же начнет расти. И вот она как поперла, как поперла, вот уже третий листик лезет. И тоже такой хорошенький, как и два предыдущих. Так, я не сказала, как называется. Это Триангулярис Коконат Крем. Очень нравится мне. Вот тут листики, кажется, светлее на камере, чем они есть на самом деле. Они прям вот тут, наверное, больше подходят. И то нет, светлее. Они прямо у меня желтые-желтые какие-то. Мне кажется, они вот должны быть такие, как вот на камере сейчас. А они у меня прям такие ярко-желтые какие-то. Видимо, на солнце загорают. Ну и как же без моего любимого фикуса Мелани? Это вообще звезда. Звезда моя. Мое первое, можно сказать, растение. Ну, не считая кактусов, которые у меня были до него. С него началась моя цветомания. Вот, давайте посмотрим на него вблизи. Вот, недавно я тоже показывала в прошлом видео, как я его обрезала. Уже наметились почки. Вот эту, кстати, не заметила. А она, смотри-ка, я ее не порезала. И там почечка на самой верхушке. Ну вот. Две-три почки будут развиваться. И предыдущие активно наращивают листву. Предыдущие обрезки. Корни. Хотела все показать вам корни и забывала. Смотрите, что у нее происходит. Во-первых, там под землей видно, что там что-то интересное уже такое наросло. Но больше всего мне нравится, конечно, вот это. В общем, сейчас я буду подбирать для этого растения подходящий камень. И хочу посадить ее корнями на этот камень, если получится. Возможно, будет интересно смотреться. Поэтому я пока вот эти корни оставляю, не убираю их. Толстая какая, посмотрите. Какое дерево. Оно у меня с 2019 года. Вот так оно выросло уже. Была обрезка. Разветвилась на три головы. И недавно я решила еще обрезать, чтобы оно было более пышным. Хочу его выращивать тоже наподобие бонсая. Ну, конечно, это будет мега бонсай. Ну, вот что-то наподобие. Это растение всем советую. Ну, и в заключение. Моя любимая церапегия вуда. Отличное растение. Сразу скажу, что всем его советую. Растет быстро. В принципе, неприхотливо. Может расти как на солнце, так и в тени. Единственное, что в тени междоузлия будут длиннее. И листики будут более зеленые. На солнце вот они как бы такие дымчатые получаются. Недавно тоже его показывала. Но покажу еще раз. Раз уж спрашивают про любимые растения. Вот оно у меня. Одно из самых-самых любимых. Очень нравится. Ни разу не пожалела, что его приобрела. Отличнейшие растения. И недавно я приобрела ему конкурента в любви. Церапегия вуда вариегатная. Малышка активно растет. И очень мне нравится. Такие листочки. В общем, надеюсь, что скоро она у меня будет вот такая же большая. Это растение я обновляла. Обновляла полностью срезала плети и переукореняла. Наросли вот такие клубни. Растут сейчас в отдельной плошечке. Итак, пришло время передать эстафету дальше. Я передам ее двум каналам. Это Екатерина Суккуленс. Катя, давай, покажи свои любимые растения. И второй канал. Это Анна Маркина. Аня, я знаю, что у тебя куча дел. Что ты в последнее время не часто выкладываешь видео. Но это, в принципе, не длинная эстафета. Тут нет вопросов. Я бы очень хотела увидеть твои растения. Какие у тебя сейчас в любимчиках. Так что, принимая эстафету, буду очень рада. Всем пока-пока. Встретимся в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok